Солнечная энергия Солнечная энергия Солнечная энергия Ну, как часто это бывает В военных целях Ну, и, можно считать, Это первое использование Масштабное использование Солнечной энергии Нужно сказать, что не так давно Этот опыт был Повторен, поскольку это легенда В Греции Попробовали реконструировать этот опыт И он удался Действительно, с помощью таких щитов Можно сфокусировать, собрать солнечное излучение, в данном случае, на кораблях, на лодках, и они загорелись. От Солнца мы имеем на Земле фантастическое количество энергии, которое поступает в виде видимого света, в основном в виде видимого света. И один час работы Солнца эквивалентен глобальному потреблению энергии на всей Земле. Один час. То есть мы, как цивилизация, потребляем огромное количество энергии. Если эту энергию пересчитать на энергию Солнца, то получится, что всего один час работы Солнца – это наша годовая потребность в энергии. Прежде всего, это энергетические расходы за счет ископаемых ресурсов. Сжигание нефти, газа, угля. Это транспорт, это авиация, это отопление. Итак, нужен всего один час работы Солнца. Если мы сможем использовать эту энергию, никаких больше источников энергии нам не нужно. Если мы пересчитаем эту энергию на единицу площади, то есть сколько же энергии поступает на единицу площади земной поверхности, то в ясный день примерно падает 1 киловатт на квадратный метр. Или тысячу ватт на квадратный метр. Казалось бы, это не очень много. И сколько надо нам покрыть площади солнечными батареями, о которых пойдет речь, то есть устройствами, преобразующие солнечную энергию в электричество, чтобы получить такое количество энергии, которое бы хватило всем жителям Земли, и можно было в принципе от всего другого отказаться. А речь идет просто сейчас не то, что мы должны отказаться от других источников энергии, а понять потенциал солнечной энергии. Так вот, если себе представить, что у нас есть солнечные батареи, о которых речь пойдет ниже, с КПД или эффективностью 10%, и если мы такими солнечными батареями покрываем площадь где-то квадрат 700 на 700 километров, и эти батареи имеют эффективность 10%, то этого достаточно, чтобы обеспечить все энергетические потребности нашей цивилизации. То есть из этой оценки следует, что потенциал солнечной энергии огромен. Она бесплатна, она доступна всем. Весь вопрос в том, как нам научиться ее использовать. Собственно, об этом и пойдет речь в этой лекции. Если мы посмотрим на карту мира, на этом слайде размещены в виде черных точек солнечные электростанции. Размер этой черной точки, вернее, не точки, а кружочка, он отвечает площади, которая эта солнечная электростанция занимает. Так вот, на этом рисунке приведено всего шесть таких электростанций, разбросанных по всей Земле. И если такие электростанции имеют, солнечные электростанции, эффективность порядка 10%, мы вот в такой площади и с такой эффективностью, если у нас есть такие батареи, удовлетворяем всю энергетическую потребность нашей цивилизации. Опять же, чтобы мы представляли, каков потенциал солнечной энергии. Ну, а теперь обратимся к нашей стране. В России часто утверждается, что мы страна северная, и солнца у нас мало. Да, действительно, у нас солнца не очень много, но площадь у нас огромная, и есть районы, где солнца много. Это юг России, это Сибирь южная, и есть еще ряд регионов. Если вы посмотрите на карту, ярким красным цветом и близким к нему отмечены регионы, где солнце сравнительно больше по сравнению с другими регионами. И нужно сказать, что даже такие северные страны, как Швеция, активно развивают солнечную энергетику. Хотя она находится, как вы знаете, заметно севернее многих-многих территорий нашей страны. Что нас ждет в будущем с точки зрения структуры энергопотребления? Много сейчас говорится, это действительно так, что мы находимся в глобальном энергетическом кризисе. Что это такое? Это означает то, что те ресурсы ископаемые, которые мы потребляем, грубо говоря, сжигаем ископаемое топливо, мы их сжигаем с такой скоростью, что их хватит на весьма ограниченное время. И что мы будем делать? Поскольку 80% энергии мы сейчас получаем за счет ископаемых ресурсов. Приводят разные оценки, сколько нам еще жить на ископаемых ресурсах. Пессимистические оценки десятки лет, оптимистические, более оптимистические оценки 50 лет, 100 лет. Но надо понять тот факт, что скорость накопления ископаемых ресурсов примерно в тысячу раз меньше той скоростью, с которой мы сжигаем их. То есть они рано или поздно закончатся. Поэтому человечеству нужно думать, откуда брать энергию. И мы видим на примере выше, и можно посмотреть на картинку, что нас ждет по предсказаниям на временном диапазоне 5, 10, 15, 50 лет. И полагают, что основным нашим энергетическим кормильцем, одним из основных, будет Солнце. Оно будет постепенно, солнечная энергетика, его доля будет все больше, больше и больше. И где-то к середине 21 века, или во второй половине его, примерно порядка 50% электроэнергии мы будем получать от Солнца. Потому что наши энергетические потребности как цивилизации растут, ископаемое топливо заканчивается. Вот в чем состоит энергетический глобальный кризис. И Солнце может сильно помочь в его разрешении. Нужно отметить, что другие, многие возобновляемые ресурсы, не все, но почти все связаны с Солнцем, связаны с солнечной энергией. Например, ветряная энергетика или ветровая энергетика, как ее называют, откуда берется ветер? Ветер в себе запасает, накапливает часть энергии Солнца. Гидроэнергетика, откуда берется текущая вода на Земле? Это тоже энергия Солнца. За счет Солнца оно обеспечивает круговорот воды в природе, и за счет этого мы имеем текущую воду. А что это значит? Эта часть энергии Солнца перешла в энергию текущей воды. Поэтому как гидроэнергетика, так и ветровая энергетика, фактически они используют солнечную энергию. То же самое можно сказать о энергии, которую называют биотопливом. То есть это банально дрова, солома и все, что растет на поверхности Земли. Энергия, накопленная в этих ресурсах, это тоже энергия Солнца. Энергия, запасенная с помощью реакции, фотосинтез. То есть за счет фотосинтеза энергия накапливается, солнечная энергия, ее часть, ее заметная часть, накапливается в химических связях органических соединений. И потом мы эти органические соединения, например, сжигаем, берем дрова, сжигаем их, и тем самым получаем энергию. Это тоже отложенная энергия Солнца. Поэтому мы во многом, можно сказать, наша цивилизация — дети Солнца. Поэтому наша задача — научиться использовать эту энергию, поскольку ее, как было сказано выше, в 10 тысяч раз ее больше, чем нам нужно сейчас. Итак, переходим к следующей части нашей лекции, где мы рассмотрим, собственно говоря, солнечные электростанции, как они устроены, на каких принципах они работают. Рассмотрим статус этой области солнечной энергетики и каковы перспективы. Начнем с так называемых термодинамических солнечных электростанций. Что значит термодинамические, что кроется за этим термином? Значит, идея их работы состоит в следующем, и она показана на рисунке. Солнце греет теплоноситель. В простейшем случае это вода. Эта вода разогрета до высоких температур, до таких, что она может испариться, превратиться в пар и крутит турбину, паровую турбину. Эта турбина подключена к электрогенератору и вырабатывает электричество. Таким образом у нас происходят следующие процессы. Нагрев, образование пара, электричество. Ну и поэтому такой термин – термодинамическое. То есть это тесно связано с термодинамикой. На рисунке вы видите, как выглядят эти элементы. То есть это трубки, по которым течет теплоноситель. В простейшем случае, как я сказал, вода. А может быть и более жидкость, которую обладает, более удобной жидкостью, например, масло. По трубкам зачерненным течет теплоноситель. Эти трубки находятся в фокусе зеркала, как показано на рисунке. И таким образом энергия Солнца разогревает эту трубку. В трубке течет теплоноситель. Он разогревается, и потом энергия этого разогретого тела. Разогретого тела, вспомним, как работают тепловые машины. Используются, как в обычной тепловой машине. То есть приводится в движение турбина. То есть энергия тепла преобразуется в механическую энергию. А потом механическая энергия преобразуется в электрическую. Вот так работают солнечные термодинамические электростанции. КПД таких электростанций, как мы должны помнить, из скольного курса физики, оно ограничивается. КПД тепловой машины, которая используется. И обычно эта цифра не превышает 30%. В лучшем случае мы можем иметь цифру КПД 30%. Это не очень много. Но тем не менее, такой подход используется. И вот на слайде показаны примеры, как это реализуется. Например, стоит башня, на которой фокусируется на эту башню с помощью зеркал. Многих зеркал. Такое поле, представим себе, которое покрыто зеркалами, оно фокусирует это излучение на башне. А на башне стоит элемент, который разогревается или что-то. Ну и этой башне это может быть какое-то масло, например. Оно разогревается до очень высоких температур, и потом это используется. Или это может быть тарелка, как показано на другом рисунке. И в фокусе этой тарелки имеется в виду зеркало. Ну, похоже на спутниковую антенну, но только она улавливает энергию Солнца и концентрирует ее в фокусе, где стоит устройство, преобразующее эту энергию в электричество. Иной способ использовать солнечную энергию без переработки ее в электричество используется широко во многих южных странах. Это просто солнечные коллекторы. Это эти же трубки, которые размещают на крышах дома. Они нагреваются, вода в них нагревается. Это используется для бытовых нужд, совершенно не обязательно для преобразования в электричество. Но это скорее такие не основные направления развития солнечной энергетики. А к основным мы сейчас перейдем. И основное направление развития солнечной энергетики и на что возлагаются основные надежды – это как раз солнечная фотовольтайка. Или, если сказать иначе, это фотоэлектрический способ преобразования солнечной энергии. В этом способе энергия света не преобразуется в тепло, а непосредственно, ну, наиболее прямым образом, скажем так, преобразуется в электричество. И это направление называют солнечная фотовольтайка. Как же устроена солнечная батарея или солнечный элемент, солнечная панель? Мы уточним немножко эти термины чуть ниже. Представим себе пленку или пластинку, на которую падает солнечное звучание. Оно там поглощается. И в результате этого поглощения должны появляться носители электрических зарядов. Вот так должен быть устроен материал. Если они появляются, то у нас получается преобразование энергии солнца или энергии света в электричество. И эти заряды нужно с помощью специальных электродов собрать на этих электродах. И батарея должна быть устроена так, чтобы одни типы зарядов шли к одному электроду, например, к электроду минус, а другие шли к другому заряду, который имеет знак плюс. И таким образом мы можем преобразовать, использовать энергию солнца, то есть непосредственно ее преобразовывать в электричество. Какой лежит физический принцип в основе работы солнечных элементов или солнечной фотовольтайки? Это так называемый фотоэффект. Основный фотоэффект заключается в том, что если у нас есть свет, который, как считается, состоит из фотонов, из элементарных носителей света, эти фотоны несут энергию, и можно себе их представить как поток частиц. И эти фотоны поглощаются в материале. Для этого нужен полупроводниковый материал. Металлический материал не подойдет. И в полупроводниковом материале возникают при освещении электрические заряды. В полупроводниках возникают электроны, отрицательно заряженные заряды и дырки, то есть то место, откуда ушел электрон. То есть мы светим светом на наш материал, если этот материал обладает свойством фотоэффекта, то в результате облучения в нем появляются электрические зарядки. Вот именно такой материал нужен, чтобы получить солнечную батарею. Фотоэффект известен более ста лет. И на картинке приведены основные этапы в изучении фотоэффекта. И нужно сказать, что наши отечественные ученые внесли значительный вклад в понимание природы фотоэффекта. Это физик наш Столетов. Ну и вот Эйнштейн, как ни странно, он получил свою Нобелевскую премию отнюдь не за теорию относительности, а именно за развитие теории фотоэффекта. Но теперь мы этим эффектом используем, мы его используем для создания солнечных батарей. Итак, посмотрим еще раз на картинку, как же устроена солнечная батарея. Это пластинка еще раз, на которую падает солнечное излучение. Оно там поглощается, и каким-то образом в нем появляются заряды, и они двигаются к противоположным электродам. Главная характеристика солнечного элемента или солнечной батареи – это его вольт-амперная характеристика. Она приведена на рисунки. То есть это зависимость тока протекающего, который выдает наш фотоэлемент, от напряжения. Чтобы получить электричество, электрическую энергию, мы знаем, что это произведение, мощность электрической энергии равна произведению электрического напряжения на электрический ток. То есть мощность произведения напряжения на ток. И эта вольтамперная характеристика отражает различные режимы работы солнечного элемента. Очень важные характеристики его следующие. То есть когда мы наш фотоэлемент, его выходы берем и замыкаем. И тем самым напряжение на выходе фотоэлемента оказывается нулевым, но зато он выдает максимальный ток. Этот ток, он покажен на картинке внизу точкой на вертикальной оси, его называют ток короткого замыкания. В этом режиме солнечный элемент не выдают никакой энергии, потому что напряжение на его выходе ноль. А мы знаем, что мощность это произведение напряжения на ток. Есть еще один очень характерный режим работы фотоэлемента, когда мы вот эту цепь, цепь нагрузки, размыкаем. То есть сопротивление нагрузки, бесконечность. И тогда у нас никакого тока нет с фотоэлементом. Но есть только напряжение. И это напряжение называют напряжением холостого хода. Это еще одна важная характеристика любого солнечного элемента. Но опять же, в режиме холостого хода у нас не протекает ток через нашу внешнюю цепь, поэтому мощность такого элемента, тоже работающего в режиме холостого хода, равна нулю. А что надо сделать, чтобы получить с такого элемента максимальную энергию? Нужно к нему подключить оптимальную нагрузку или сопротивление, которое будет означать сопротивление нагрузки или сопротивление электрической цепи употребителя. И на рисунке изображена вольтамперная характеристика и изображен такой голубой квадратик. И вот правый нижний его угол упирается в точку так называемой максимальной мощности. То есть голубой квадрат, голубой прямоугольник мы вписываем между осями напряжением и током и вольтамперной характеристикой. И максимальная площадь этого прямоугольника будет отвечать максимальной мощности. И вот эта точка, которая отмечена справа внизу у этого прямоугольника, есть точка максимальной мощности. Именно так должно быть подобрано напряжение нагрузки, чтобы получать максимальную энергию солнечного элемента. Итак, важнейшая характеристика солнечного элемента — это КПД или эффективность, коэффициент полезного действия. Что это такое? Это отношение электрической мощности на выходе элемента к мощности падающего солнечного излучения. Она обычно нормируется на единицу площади, потому что чем больше площадь, тем больше энергии. Поэтому важно понять, сколько наш элемент выдает с единицы площади. Сколько он выдает мощности с единицы площади. Каков же предельный КПД солнечного элемента? Выше было сказано, что термодинамические солнечные электростанции имеют КПД, как у тепловой машины. А КПД самой лучшей тепловой машины — это та, которая работает по циклу Корно. И он ограничен, как мы говорили, величиной порядка 30%, поскольку связан с двумя температурами. Температура нагревателя и холодильника. Мы сейчас не будем в этом углубляться. А нас интересует вопрос, каков предельный КПД солнечного элемента фотоэлектрического, который основан на фотоэффекте. Так вот, если мы посмотрим на солнечный элемент как на тепловую машину и вспомним формулу, что КПД — это единица минус температура холодильника, поделить на температуру нагревателя, эта формула приведена на слайде, и подставим туда в качестве температуры холодильника температуру поверхности Земли, а в качестве температуры нагревателя — температуру Солнца, то мы получим фантастический КПД. То есть 95%. То есть в принципе можно преобразовывать энергию света в электричество с КПД более 90%. Никакая тепловая машина на такой КПД не способна. Это нам показывает огромный потенциал фотоэлектрического преобразования. Но надо сказать, что реально КПД солнечных батарей, конечно же, намного ниже. Ну, не конечно же, он намного ниже. Такова реальность на сегодня. Самые эффективные солнечные элементы имеют КПД чуть больше 45%. Но, к сожалению, эти эффективные солнечные элементы, они очень дорогие. Они космически дорогие, и поэтому они в основном, во многом, они интересны для космических приложений, где вопрос стоимости не так актуален. Сейчас проясним немножко ситуацию с терминологией, потому что я использовал разные слова. Элемент, фотоэлемент, батарея, панель. Давайте посмотрим на рисунок. Что такое элемент? То есть элемент — это устройство, из которого мы можем потом... Ну, элементарное устройство, которое работает как преобразователь солнечной энергии в электрическое. Его площадь такого элемента, как правило, она не больше, чем вот 10 сантиметров, 15. А если мы хотим организовать, покрыть большую площадь, то эти элементы их организуют в панели, или, как называют, в батареи, то есть когда их много. И когда мы видим солнечную панель, мы видим, что на самом деле она состоит из элементов, она набрана из них как из ячейок. Потом эти панели объединяются в массивы, и уже вот такая конструкция, ее называют массив. Ну, можно применять термин также «солнечная батарея», то есть состоящая из многих-многих элементов. И вот этот массив солнечных элементов мы можем использовать для того, чтобы покрывать ими крыши, например, или поля, или стены домов. В каком состоянии находится мировая солнечная фотовольтайка? Давайте рассмотрим этот вопрос. Она развивается очень быстрыми темпами. Если мы приглядимся к цифрам, то темпы роста солнечной фотовольтайки огромные. Это примерно 25-30% в год. И сейчас в мире установленная мощность солнечных батарей исчисляется цифрой более 600 гигаватт. При таких темпах через несколько лет, ну, в пределах 10 лет уж точно, в пределах 5 лет, мы достигнем цифры примерно 1 тераватт. Это установленная мощность. Надо эту цифру чем-то сравнить. Это много или мало? Сравним ее с цифрой характерной выработки электричества в мировой в терминах ватт. Эта цифра составляет несколько тераватт. То есть мы видим, что постепенно солнечная энергетика, она занимает все большую-большую долю выработки в электроэнергетике. А раньше мы говорили по энергетике как в целом, а сейчас мы говорим, какую долю занимает солнечная энергетика в электроэнергетике. Правда, в абсолютных цифрах эта доля не слишком велика. Доля электричества, полученной с помощью солнечной энергии, невелика. Она порядка примерно 2%, чуть больше 2%. Но есть страны, например, Германия, которые активно развивают солнечную энергетику, эта цифра приближается к 10%. И с каждым годом она становится все больше и больше. Ну а теперь посмотрим, какие же есть типы солнечных батарей и как развивается эта область. Поскольку, если мы вспомним начало нашей лекции, мы говорили, что нам нужно покрывать солнечными батарями большие площади. И если мы эту задачу реализуем, то есть научимся делать относительно дешевые, эффективные солнечные батареи, тем самым мы во многом снизим остроту глобальной энергетической проблемы. На рисунке показаны эффективности или КПД лучших образцов солнечных батарей всех-всех типов. График очень сложный, там представлены все типы солнечных батарей, но основной тип солнечных батарей на сегодня — это кремния. На основе кремния делаются более 90% солнечных модулей, выпускаемых, делаются на основе кремния. У кремниевых солнечных батарей максимальная эффективность, рекордная, полученная на небольших площадях, порядка одного квадратного сантиметра, превышает 25%. Лучшие модули, которые можно приобрести, их КПД приближается к 20%. Но нужно понимать, что рост КПД кремниевой фотовольтайки, если он будет происходить в дальнейшем, то незначительно, потому что есть фундаментальные ограничения. То есть, в принципе, солнечные элементы на основе кремния не могут иметь КПД, ну, если уточнить, это основанный на одном полупородниковом переходе, больше 33%. Это так называемый предел шок-ли-ку-эсэ. Это относится именно к солнечным элементам, основанным на одном полупородниковом переходе. Если мы посмотрим на верхнюю, по правую часть этого графика, мы видим, что есть солнечные батареи, эффективность которых существенно выше 30%. Лучшие солнечные батареи на сегодня по КПД имеют эффективность более 45%. Эти батареи имеют очень сложную структуру. Это множество полупородниковых слоев, оболчающие такой сэндвич или такой гамбургер многослойный, состоящий из десятков слоев. Фактически эта батарея, вот такой сэндвич состоит из нескольких солнечных элементов, которые преобразуют разные области солнечного спектра. Например, синюю часть, красную часть, инфракрасную часть. За счет такой хитрой конструкции солнечного элемента, их называют мультикаскадными, можно добиться КПД существенно выше ограничения накладываемым пределом в 33% для однокаскадного солнечного элемента. Нужно отдавать себе отчет, что такие многослойные элементы, они очень дороги. И их применение оправдано только в тех местах, где есть много солнца и прозрачной атмосферы. Потому что для таких элементов необходимы концентраторы. Это может быть параболические зеркала или несколько иначе устроенные. Они концентрируют энергию солнца на вот этот активный элемент, чип. Он небольшой, по порядку сантиметра, одного квадратного сантиметра, но только так удается реализовать эффективное использование энергии в таких солнечных элементах. Их называют вот этот раздел высокоэффективных солнечных элементов концентраторной фотовольтайкой. Потому что ее имеет смысл применять только при концентрации солнечного излучения, то есть при его фокусировке. Но, как было сказано, более 90% рынка солнечных батарей или те, которые выпускают сейчас эти солнечные батареи на основе кремния. Они относительно дешевле, чем вот эти мультикаскадные солнечные элементы, имеют приличную эффективность, порядка 20% и служат десятки лет. И самые эффективные солнечные батареи, потому что в области кремния в фотовольтайке существует несколько направлений, и какой только кремния не используют, так называемый монокристаллический кремний, мультикристаллический кремний, поликристаллический кремний, нанокристаллический кремний, аморфный кремний. И самая лучшая эффективность, больше 20% это у монокристаллического кремния. Что значит монокристаллический? То есть надо вырастить кристалл совершенный из кремния. Нужно его, этот кремний, произвести, вырастить из него кристаллы. Потом эти кристаллы, вот как характерный кристалл показан на рисунке, его размер 10-15, диаметр 20 сантиметров. И из кристаллического кремния, из большого кристалла, как говорят, монокристалла кремния, его нарезают на пластиночки, из этих пластин потом делают солнечные элементы. Пример такого солнечного элемента показан на рисунке. Это наиболее эффективные солнечные элементы, но и наиболее дорогие, потому что нужно затратить довольно большое количество энергии, чтобы получить кремний с солнечным качеством. Он должен вырасти в такой монокристалл, который показан на рисунке, и он должен быть очень чистый. И чтобы очистить полупрудниковый материал, чтобы получить, как называют, солнечный кремний, нужно тоже вложить довольно много энергии. И такая особенность производства, получения солнечного кремния и солнечных элементов, она приводит к тому, что кремниевые элементы довольно дороги. А нам бы хотелось их иметь дешевле, дешевле и дешевле, чтобы мы могли покрывать ими небольшие площади. Вот в этом основная проблема области солнечной фотовольтайки и вообще шире солнечной энергетики. То есть разработка дешевых, эффективных, долговечных солнечных элементов. В этом смысле кремний эффективный, долговечный, но он не дешевый. На рисунке выйти по пример солнечной электростанции. Это станция так называемая Перова, построенная в свое время в Крыму. И так выглядят солнечные электростанции, которые вырабатывают большое количество энергии. Вот эта электростанция построена около 10 лет назад. Солнечный парк Перова, я называю эту мощность, примерно 100 мегаватт. Много это или мало? За последние 10 лет фотовольтайка стремительно развивается. И сейчас в Китае строятся станции, и уже работают, которые мощность составляет их несколько гигаватт. То есть в десятки раз больше, чем солнечная электростанция в Крыму. Ну и в заключении немножко поговорим о перспективах, что же нужно делать и как должна развиваться эта область, чтобы нам научиться более эффективно использовать солнечную энергию. В настоящее время вклад солнечной энергетики, солнечного электричества в мировое производство электроэнергии – это небольшая величина, чуть больше 2% в среднем по миру. И эта энергия используется в электрических сетях. И теперь эти сети, они, их называют умные сети, поскольку эти электрические сети, поскольку солнечная фотовольтайка, она такая система распределенная. То есть есть много ли станций, где-то солнце есть, где-то солнце нет. Выработка распределена по большой территории, и поэтому нам нужно эти потоки энергии как-то диспетчеризировать, как говорят, и включить в общую энергосистему региона, страны, ну а может быть даже мира. Как используется солнечная энергетика? Помимо использования в сетях, вот на картинке вы видите демонстрации, есть солнечный транспорт. Это пока только демонстрации, которые показывают потенциал. Солнечная авиация, солнечные корабли и солнечные автомобили. То есть это те средства транспорта, которые питаются энергией солнца. Ну опять же я отмечу, что это пока лишь всего демонстрации, показывающие принципиальную возможность, что можно на энергии солнца летать, плыть и ехать. Поскольку основной тип фотовольтайки это кремниевый, то рассмотрим его основные преимущества и недостатки. Основные преимущества это, безусловно, высокий КПД и длительный срок службы, десятки лет. И отработанная технология. Это все плюсы. Но у нее есть и недостатки. Высокая стоимость – это основной недостаток кремниевой технологии. Кроме того, солнечные батареи на основе кремния нельзя сделать гибкими, растяжимыми. Их сложно интегрировать в такие неплоские поверхности. Они непрозрачные. А хотелось бы иметь в качестве солнечных батарей пленки, которые были гибкие, полупрозрачные. Их можно было интегрировать различными способами в архитектуру, в стекла, например. И даже в тенты, навесы и даже одежду. И поэтому мировое научное сообщество, которое работает в области солнечной фотовольтайки, оно нацелено на поиск новых материалов, которые бы смогли конкурировать с кремнием. И чтобы конкурировать с кремнием, нужно иметь высокий КПД. Не обязательно он должен превышать КПД к кремнию. Тут нужен баланс факторов. КПД, срок службы, стоимость. Вот эти три параметра. Если удается сделать солнечные батареи с КПД примерно 10% и служат они десятки лет, но стоят они, скажем, в несколько раз дешевле, чем кремниевые элементы, это было бы выходом. Это было бы выходом. Вот на поиск таких материалов, собственно говоря, ориентированы научные исследования и прикладные в области фотовольтайки. И разделяют технологии солнечных элементов на поколение. Вот есть первое поколение, это вот как раз кремниевая фотовольтайка, есть второе поколение, так называемая тонкопленочная. Нужно отметить, что эффективная кремниевая солнечная батарея имеет довольно толстый активный слой. Что значит довольно толстый? Это толщина порядка 300 сотен микрон, где-то 300-500 микрон. Только в этом случае кремниевая батарея обеспечивает такую эффективность, о которой мы говорили. А в то же время нет никаких проблем сделать поглощающий материал значительно тоньше. Толщина пленки, которая может поглотить основную долю солнечного света из самых разных материалов, может составлять всего лишь 100 нанометров. 100 нанометров, то есть это одна десятая микрона. То есть батарея может быть намного легче, намного тоньше, а значит она будет и по производству дешевле. То есть в этом недостаток солнечных элементов, основанных на кристаллическом кремнии. И поэтому ищут самые различные материалы полупроводниковые, которые могли бы конкурировать с кремнием. И еще раз посмотрим на эту таблицу, на график, точнее, с эффективностями самых различных солнечных элементов. Если мы посмотрим ее в правый нижний угол, где мы видим наиболее быстро растущие технологии, вот к фотоэлементам такого типа приковано основное внимание исследований. То есть чтобы они были дешевые, долговечные и стоимость их производства была дешевле кремния. Но при этом они еще должны быть из распространенных элементов, они должны быть экологически безопасны. Их по производству и утилизации, это тоже важный фактор при массовом производстве. И один из таких вариантов, из подходов, это делать, производить солнечные элементы на основе тонких пленок. Например, полимерных пленок. И тогда такие пленки можно производить по так называемым рулонным технологиям, как там печатают газеты, обои, с помощью печатных технологий. И, в принципе, за счет применения таких технологий можно кардинально снизить стоимость производства солнечных батарей. Но вся проблема в том, чтобы разработать вот такие тонкие пленки, которые бы могли конкурировать с кремниевой технологией. И в этом одно из направлений солнечной фотовольтайки, которое вот основано на полимерах. Состоится ли это направление? Или появятся какие-то новые материалы? На настоящий момент мы не знаем. Но мы знаем точно, что будут вестись самые активные исследования в области солнечной фотовольтайки, потому что Солнце — это фактически неисчерпаемый источник энергии. Он экологически безвредный, безопасный. Он обеспечивает вообще жизнь на Земле. И поэтому наша задача в ближайшие годы, десятилетия для нас и наших детей — научиться производить дешевые, эффективные, долговечные солнечные батареи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok